Правительство Верхневолжья одобрило новую государственную программу развития образования Тверской области на 2023-2030 годы. Она направлена на обеспечение доступности и качества образования для каждого ребенка с учетом традиционных культурных ценностей, современной социальной и технологической среды. Ключевое направление программы – развитие и патриотическое воспитание наших детей. «Сегодня мы видим, насколько важно сохранение наших традиционных ценностей, не менее важно развитие материально-технической базы, ремонт учебных заведений, строительство новых объектов, оборудование школ и классов, создание комфортных и современных условий для детей и педагогов», – подчеркнул Игорь Руденя на заседании правительства области. «Соответственно, рабочее место учителя тоже должно быть современным, высокотехнологичным, если так можно сказать. И дети, которые учатся в школах, тоже должны быть в современной учебной среде, с современными пособиями учебными, современным оборудованием учебным». Также с текущего года в школах Верхней Волжи вводятся новые региональные проекты в системе воспитания, ключевой задачей которых станет пропаганда традиционных ценностей и патриотизма. В частности, ученики смогут поучаствовать в фестивалях школьных музеев и театров, акции «Герой России в наших сердцах», профориенационных проектах «Билет в будущее» и «Проектория». Один из таких специальных проектов – учительский класс, рассчитанный на старшеклассников. «Старшие классы участвуют в преподавании в младших классах. И сейчас, я думаю, мы даже эту программу постараемся расширить, сделать дополнительные проекты внешкольные по развитию этих учительских классов, таких как наподобие «Сириуса». В рамках подпрограммы создания современной образовательной среды в Тверской области планируется строительство новых школ в Твери, Максахинском округе и Конаковском районе, а также двух детских садов в областном центре и Колязне. Кроме того, продолжится модернизация учреждений образования и лагерей отдыха, в том числе обновление их материально-технической базы. Одной из ключевых задач подпрограммы развития системы профессионального образования является поддержка студентов в Верхней Волжи. Например, с этого года в регионе увеличено стипендиальное обеспечение учащихся профессиональных образовательных организаций.